Иисус 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 И встал он, поел и напился, и, подкрепившись с тою пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, Что ты здесь, Илья? Он сказал, Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, Выйди и стань на горе пред лицем Господнем. И вот Господь пройдет. И большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. И там Господь. Услышав сие, Илья закрыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему, Что ты здесь, Илья? Он сказал, Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, Пойди обратно своею дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помашь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намиссиина, помашь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, и завел Михалы, помашь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иеуй, а кто спасется от меча Иеуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Ильею, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг валов, изжарил мясо их и роздил людям, и они ели. А сам встал, и пошел за Ильею, и стал служить ему. Винодад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были тридцать два царя, и кони, и колесницы. И пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов Кахаву, царю Израильскому, в город, и сказал ему, «Так говорит Винодад, серебро твое и золото твое – мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои – мои». И отвечал царь Израильский, и сказал, «Да будет по слову Твоему, господин мой царь, я и все мое – твое». И опять пришли послы и сказали, «Так говорит Винодад, я послал к тебе сказать, серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и домыслужащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь Израильский всех старейшин земли, и сказал, «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне заженными моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ, «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Винодада, «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу Твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ, и прислал к нему Винодад сказать, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха Самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь Израильский и сказал, «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим, «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю Израильскому, и сказал, «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчища? Вот я сегодня придам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав, «Через кого?» Он сказал, «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав, «Кто начнет сражение?» Он сказал, «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их двести тридцать два. После них счел весь народ, всех сынов Израилевых, семь тысяч. И они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с тридцатью двумя царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал, «Если за миром вышли они, то схватите их живыми. И если на войну вышли, так же схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войска за ними. И поражал каждый противника своего. И побежали сирияне, а израильтяне погнались за ними. Винодад же царь сирийский спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский и взял коней колесниц и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему, «Пойди укрепись и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему, «Бог их есть Бог гор, а не Бог долин. Поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их». Итак, вот что сделай. Удали царей, каждого с места его, и вместо них поставь области начальников. И набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, и колесниц, сколько было колесниц. И сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их. И послушался он голоса их, и сделал так. По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. «И расположились сыны Израиля в Истаном пред ними, как бы два небольшие стада коз, а сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому, «Так говорит Господь. За то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчища придам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли с Таном одни против других семь дней. В седьмой день началась битва, и сыны Израилевы поразили сто тысяч пеших сириян в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных двадцать семь тысяч человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его, «Мы слышали, что цари дома Израилева цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясли они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю израильскому и сказали, «Раб твой, Винодад, говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал, «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали, «Брат твой, Винодад». И сказал он, «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Винодад, «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу. И площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал, «После договора я отпущу тебя». И заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа, «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его, и сказал ему, «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека, и сказал, «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк, и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал, «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал, «Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». И сказал ему царь израильский, «Таков тебе и приговор. Ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему, «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию.